Здравствуйте, добро пожаловать на Клегемауэр ТиВи. С вами студия Карлс Руэ. Насколько мы с вами, дорогие зрители, совершенно по-разному судим о различных мнениях, становятся ещё отчётливее на примере следующего события. Высказывание Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтри Нэштон ясно и понятно. Политические требования в Украине должны исполняться без насилия, по демократическим стандартам в соответствии с правовыми нормами. Европейский Союз наблюдает за ситуацией с особой заботчинностью. С особой заботчинностью наблюдение ведётся только за востоком Украины, а на происходящей на западе Украины ЕС и США и дальше продолжает закрывать глаза. Этим лозунгом было бы больше доверия, если бы они были действительны в отношении всей Украины, если бы и другим игрокам показывалась штрафная карта. Для напоминания, в официальных СМИ это снова упустят, тогда как в Донецке и Харькове пророссийские активисты захватывают административное здание, в украинской столице члены правого сектора и так называемой самообороны Майдана захватывают Верховный суд. Открытое нападение на независимые органы юстиции не привлекло внимания местных СМИ и не вызвало протеста у ответственных политиков. Ещё один пример. В украинском парламенте председатель коммунистической партии Пётр Симоненко высказывал свои опасения в отношении насильственных действий временного правительства против пророссийских активистов на востоке страны. Вы делаете всё, чтобы запугать людей. Вы арестовываете, боретесь против тех, у кого другое мнение. В то время, когда Симоненко высказывал своё мнение, стоя за кафедрой, его избили прямо перед камерами. Я считаю... Шоу! 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 Вы все! Шановные коллеги, я прошу заспокоитесь. Я прошу заспокоитесь. Шановные коллеги, я прошу заспокоитесь. Перерва на 10 минут. Те ли это демократические и правовые стандарты, о которых говорила госпожа Эштон? Могли бы мы для разнообразия просто продемонстрировать на деле правовое государство и права человека, вместо того, чтобы постоянно с поднятым указательным пальцем поучать наших оппонентов. Благодаря этому, мы, вероятно, продвинулись бы значительно дальше, чем путём конфронтации или фарисейских нравоучений. Эти наполненные глубоким смыслом слова принадлежат Юргену Тодетхёвер. Давайте задумаемся о них и впустим их в наши сердца, а также и в политику. Дорогие зрители, я желаю вам приятного вечера.